Со стороны всем казалось, что Валентина не любила своего сына, она была матерью-одиночкой и вернулась в родную деревню из города несколько лет назад с ребенком на руках. Никто не знал, кто отец малыша, а из-за угрюмого вида Валентины никто ее об этом и не спрашивал, на самом деле, с Валентиной случилась до банального простая и неприятная история. Она тогда училась на первом курсе института и попала на день рождения к своей сокурснице, там ребята решили подшутить над ней, подпоили, да еще добавили в один из коктейлей наркотик. У Валентины из-за этого напитка произошло помутнение рассудка, девушка даже толком не помнила, что происходило потом, как она уходила с вечеринки в компании незнакомых парней. А потом было продолжение гулянки в какой-то квартире, было весело, играли в бутылочку и в карты на раздевание. Валентина сама не заметила, как оказалась в постели с одним из парней, потом к ней в постель приходили еще и другие парни. Она была под дурманом, не соображала, что делает, ей было хорошо и весело, ей казалось, что все нормально и ничего плохого не происходит, пришла в себя она днем. Проснувшись одна в чужой квартире, она смотрела вокруг себя отрешенно и не понимала, что с ней вообще случилось, воспоминания обрывками всплывали в мозгу, голова трещала, хотелось пить. «Красота, ты платить за аренду квартиры мне собираешься», послышался голос с кухни. Валентина пошла на кухню, даже не замечая, что она была босая и совершенно голая. «За какую аренду? Кто вы?» Спросила она осипшим голосом мужчину, который сидел за столом и пил крепкий чай. «Мужчина этот был уже не молодой, но высокий и крепкий на вид, руки его были мускулистые и разрисованные татуировками. Он весь был такой статный, спортивный и напоминал Валентине хищника в засаде. «Ей стало не по себе рядом с этим здоровяком, за аренду моей квартиры, в которой ты развлекалась всю ночь», хохотнул мужчина. «Но у меня нет денег, и я ничего не понимаю», развела руками Валентина. Мужчина налил в большую кружку воды и протянул ее Валентине. Девушка жадно припала губами к кружке и стала пить. Напившись, она поставила кружку на край стола и вдруг спохватилась, что она стоит нагишем перед незнакомым мужчиной. «Ой, извините», сказала она и потянулась за кухонным полотенцем, чтобы хоть как-то прикрыть свою ноготу. «Не суетись, малышка», сказал мужчина, подошел к ней, сгреб в охапку и, не реагируя на ее брыкание и виск, понес обратно в спальню. После всех этих событий Валентина вернулась в общежитие и притихла. За спиной у нее шушукались и посмеивались девчонки, парни иногда по-свойски хлопали ее по попке и ободряюще подмигивали. Валентина чувствовала себя изгоем, а тут еще выяснилось, что она беременна. Родителей у Валентины не было, они погибли. Когда Валентина была маленькой, ее вырастила бабушка, которая пару лет назад умерла, оставив ей в наследство домик с огородом в деревне. Посоветоваться Валентине было ни с кем, и она приняла решение не делать аборт и, несмотря ни на что, оставить ребенка. Институт пришлось бросить и устроиться на работу в магазин, на кассу, благо она когда-то окончила курсы по изучению различных бухгалтерских программ. Проработав до самых родов и произведя на свет Божий крепкого, златокудрого мальчуга на сережку, Валентина переехала жить в родную деревню. Односельчане встретили ее настороженно, но постепенно привыкли к ее угрюмому виду, не допускающему лишних вопросов с их стороны. Валентина сдружилась с одинокой, старой соседкой, бабой Викой, помогала той по хозяйству, а соседка, в свою очередь, помогала ей растить Сережу. После печальной истории на вечеринке Валентина замкнулась и ушла в себя, запретив себе вспоминать о том, что она натворила тогда со своей жизнью. Вырастить и вывести в люди сына стало ее единственной целью, и она изо всех сил старалась для достижения этой цели. Вскоре после переезда Валентины в родной дом, недалеко от ее деревни открылась птицефабрика, и Валентина устроилась туда на работу, так как платили там неплохую зарплату. Зимой она обедала в столовой для рабочих, а летом Сережа приносил ей обед из дома. Конечно, Валентина любила сына всем сердцем, но ее угрюмый вид создавал впечатление, что это не так. Валентине было не до нежности и эмоций, ей вообще не было дела ни до чего, кроме зарабатывания денег, домик нуждался в ремонте, взрослеющий Сережа требовал постоянных затрат. Валентина уже не думала о себе, она вообще поставила крест на своей судьбе, поэтому и не старалась произвести на окружающих хорошее впечатление, главное в ее жизни была работа и деньги за эту работу. На территории птицефабрики, где работала Валентина, жил пес, он был посажен на цепь возле добротной будки и имел весьма устрашающий вид. Пес был лохмат и огромен, скалил зубы на всех, кто проходил мимо него и норовил цапнуть за ногу своими огромными, мощными клыками, звали пса Цербер, и на маленького Сережу он наводил ужас. Каждый раз, проходя мимо него с обедом для мамы, едва заслышав бряться ни цепи Цербера, Сережа замирал от страха, чтобы пес не лаял на него, мальчик доставал из кармана припрятанный бутерброд и бросал его Церберу. Пес хватал угощения на лету и, казалось, глотал его, не жуя, иногда Цербера спускали с цепи, и он радостно носился по территории, у Сережи замирала душа, когда в такие моменты Цербер подбегал к нему и обнюхивал карманы мальчика. И хоть Цербер на свободе казался вполне дружелюбным, Сережа все равно опасался его, однажды Валентину надолго отправили в командировку, и Сережа почти целый месяц жил у бабы Вики в доме. Мальчик не унывал, ждал маму, помогал старой соседке по огороду и бегал на речку купаться и ловить рыбу, речка протекала возле самой деревни и считалась не опасной для купания. Только в одном месте течения ее резко закручивалось и образовывало водоворот, который мог закрутить человек и увлечь на дно, местные ребята знали это и никогда в этой стороне не плавали. Сережа тоже знал про этот водоворот и купаться возле него даже не думал, но еще он прекрасно знал, что возле этого омута у старой коряги, торчащей из воды, водилась крупная рыба. Как-то раз Сережа посчастливилось поймать там настоящего сома, он был длиной чуть меньше метра, Сереже было очень трудно вытащить его из реки. Когда сом лежал на траве, то недовольно шевелил усами, явно не желая, чтобы его зажарили на сковородке. «Зажарим, еще как зажарим», рассмеялась Валентина, принимая добычу из рук сына. Валентина редко смеялась, поэтому Сережа всегда радовался. Когда видел на лице мамы хотя бы улыбку, в этот раз Сережа опять старательно удил рыбу возле старой коряги. Мама обещала сегодня вечером приехать, думал мальчик, вот бы опять сома поймать, чтобы она улыбнулась, вдруг поплавок дернулся, и леска натянулась, как струна, ага, попался. Азартно крикнул Сережа и стал старательно выуживать какую-то крупную рыбу, может быть, это сом, подумал мальчик. Крупная рыба дернулась, Сережа не удержался и свалился в реку как раз в том самом месте, где был опасный круговорот. «А-а-а-а!» – закричал мальчик, вода попадала ему в рот, не давая звать на помощь. Сережа греб изо всех сил руками и ногами, пытаясь справиться с быстрым течением, силы были на исходе, и он начал задыхаться, неожиданно рядом с мальчиком раздался всплеск, что-то большое и темное плюхнулось в воду. «Цербер!» – вскрикнул Сережа, почему-то не испугавшись этого пса. Как обычно, мальчик вцепился в густую шерсть Цербера, а Цербер, недовольно рыкнув, схватил Сережу за шиворот и потянул к берегу. На берегу уже столпились люди, наблюдая, как огромный пес тащит к берегу маленького мальчика. «Сережа, Сережа!» – раздался в толпе голос Валентины. Она только что вернулась из командировки и шла к реке, зная, что Сережа рыбачит там. Валентина забежала в воду, подхватила обессиленного ребенка на руки, вынесла его на берег. Сережа наглотался воды, его трясло то ли от холода, то ли от страха, он прижался к матери и заплакал. «Все, все, все, успокойся, мама рядом, мой хороший, мой родной!» – шептала Валентина, пытаясь отогреть и успокоить сына. Цербер, отряхнувшись, побежал в сторону деревни по каким-то своим собачьим делам. «Ну, ничего себе, какой сом на крючок мальцу попался!» – раздался голос одного из мужчин. «Все обернулись и увидели, что мужчина держит в сачке огромного сома, килограммов на семь, это мой сом!» – проговорил Сережка, еле шевеля губами от усталости и потрясения. «Твой, твой, я и говорю, что твой!» – миролюбиво улыбаясь, сказал мужчина. «Все засмеялись, и Валентина тоже засмеялась вместе со всеми. Морщинки на ее лице разгладились, от угрюмости не осталось и следа, и сразу всем стало очевидно, какая Валентина красивая и милая женщина, и как сильно она любит своего сына.